доброго времени суток зрительным включением и гостям нашего канала с вами россии и это рубрика геймплей и летсплей на роли game online это 10 видео данной рубрики сегодня мы с вами рассмотрим групп под названием impact winter или же ударная зима эта игра нам рассказывать о событиях которые произошли после падения метеорита на землю и нас и после того как наступила вечная снега и зима мы будем как я понял по описанию игры играть за выживших людей у нас будет отряд из четырех или из пяти человек каждый из них наделен определенными умениями знаниями после полученного сообщения о том что помощь придет через 30 дней наша задача эти 30 дней продержаться и выжить соответственно игра была разработана еще начало разработки было в четырнадцатом году потом релиз был запланирован на шестнадцатый год и все-таки в мае семнадцатого года после перенесения релиза она была выпущена может быть кто-то из вас я не видел может кто-то видел ну давайте все таки посмотрим что здесь геймплей что он себя представляет и немножко побегом поиграем так давайте новую игру начнем я не знаю может это будет и обучение какое-то я думаю ничего страшного так подсказка уровень здоровья персонажа зависит от чего-то не успел прочитать извините пожалуйста так покиньте спальную зону на это скорее всего обучение значит бегать в сд левая кнопочка мыши ничего пока не делает правая тоже ладно давайте покинем спальную зону робот залетел полетел какая-то графика такая чтобы подразмыто считывая что ребятки все на очень высоком мыльная какая-то графика может мне кажется но поговорите с кристофером вот наша команда бравая так и поговорить смотри джейкоб похоже акулайт поймал какой-то сигнал левая кнопка мышки продолжить и понимаю бдс 750 как слышно помехи это спасатели мы пытаемся помехи ваше местоположение слабый сигнал повторяю сигнал помехи сигнал помехи помощь прибудет 30 дней тишина не понимаю кристоф ты говорил в эфире мертвого хум очень странно хам похоже тот кто послал это сообщение пытался определить источник сигнала а к лайт стоит проверить вставка делом не и так импакт виндер а к лайт это ваша робопомощник перехватил таинственную перед радиопередачу найдя заброшенную церковь вы решаете укрыться в ней и ждать спасателей помощь прибудет через 30 дней благополучие членов команды крайне важно для выживания поддерживать их боевой дух и здоровье на высоком уровне и их умения не раз пригодятся в трудную минуту хорошо так теперь нам нужно поговорить с венди давайте найдем деньги вот она ем понятия не имею что-то за сообщение джейкоб не дружу есть техника и увы а вот заготовка я дружу и припасы что ты вчера нашел нам отлично взглядятся у меня есть пара рецептов на уме что тебе больше нравится значит венди у нас как я понял список предметов задания вот понятно саре можно приготовить необходимое время в общем венди как я понял у нас занимается будет заниматься тем что нам будут готовить нам еду для того чтобы наших ребятки кушали и не умирали как бы с голоду так рис с фасолью омлет пусть готовит омлет так дождитесь конца готовки хорошо давайте позже не проследим как она это будет делать обязательно не то хоть за тобой зайти так вот омлет и типа пошло время она будет готовить омлет 48 минут в игре конечно не шеф-повар и может чего-то не знаю но как-то слишком много мне кажется времени для омлета так поговорите с вами отдай нам омлет в энди еда готова джейкоб это был замечательный выбор поразительно как пара простых ингредиентов может превратиться в такую вкуснятина верно теперь хорошо бы раздать еду мы же не хотим никого оставить голодным посетите место распределения рационов господи как все трудно надо готовить еду надо их кормить где место распределения наверно вот это так рационы левая кнопка мышки хорошо так рационы система рационов позволяет дозировать выдачу продуктов членом команды это поможет вам не только во время подготовки к вылазкам возможности перейти ресурсы перед походом сложно переоценить кроме того покидающий церковь персонажи будут брать рационы с собой чтобы поддерживать свои показатели в норме до самого возвращения на левой панели можно перебрать в цикле всех членов команды посмотреть их показатели также можно легко определить кому больше всего нужна помощь выбор члена команды добавьте еду и питье в слоты для рациона когда рацион выбран напротив показателей персонажа появятся модификаторы выделите рационы для всех многим и гибрин кристоф на гибрин кристоф хорошо кристоф давай тебе дадим омлет многие дадим омлет и дадим омлет и блэйну дадим омлет в принципе да то есть видите здесь очень важно не просто как бы как у остальных выживал как-то там понятие добыть еду и было просто там отображается как там 100 еды и постихонечку бывает здесь еще каждому человеку как бы каждому члену команды выживших нужно распределять определенное количество еды для того чтобы не хавать в принципе очень интересно так замечательная работа приятно знать что сегодня мы все будем сыты надо бы распределить рационы чтобы знать что всем хватит еды и питья кстати взгляни на сам список рационов некоторые из ваших спутников любят что-то конкретное и если выдавать людям любимое блюдо можно повысить боевой дух ах да тебе стоит поговорить с блэйном кажется он что-то от тебя хотел и помни джейкоп если захочешь приготовить какой-нибудь рецепт обращайся ко мне так давайте бежим с блэйном поговорим теперь ты хочешь блин слушай парень знают этот командир но может мы тоже чем будем полезным давай поговорим о распределении ролей промытье уберите не переживай сами разберемся на людям стоит обязанности назначить пусть каждый что-то нужное делает тогда время есть когда время есть а потом со временем наверняка новые дела появятся хорошо значит как я понимаю что будем учиться выбирать роль роли роли назначаются членом команды позволяет контролировать перечень их обязанностей хорошо список ролей этот список позволяет выбрать любую доступную роль серые пункты пока не доступны за и против каждый роли имеет позитивные негативные эффекты учитывайте особенности ролей при принятии решения так ну мы можем выбрать только соню соню у нас что-то дает это плюс во время сна возрастает боевой дух минус во время сна силы восстанавливаться медленней хорошо так ребятки я заняться страшный звук это что-то непонятное что произошло я надеюсь это не испортит впечатление так мудро решено ладно умаялся я этот тент мастерить пойдут с дремону с у него себе в инвентарь хорошо хоть на другое причинное место и перекусить заодно возьми так посетите склад как бы обучение видите проходит такому интерактиве грубо говоря там сходи на склад поговорить с тем поговорить с этим постепенно и за все рассказывают склад это склад церкви здесь складируется все имущество команды найденное и созданное предметы склады могут использоваться для улучшений при необходимости члены команды автоматически используют нужные ресурсы примеру еду и питье слева а список слева отображается все содержимое склада используйте категории чтобы быстрее найти необходимое это инвентарь алкалай то есть сюда предметы которые пригодятся во время вылазок здесь отображается информация о выделенном предмете здесь показаны текущие показатели джейкоба каждый раз когда вы увидите предмет вы можете использовать его чтобы поддерживать джейкоба в форме то есть помимо четырех обормотов которых надо накормить одевать и все это делать у нас еще есть и главный герой джейкоба давайте что тут у нас есть палатка вот маленькая размер вот фильтры можно по размеру консервные бубы давайте сидим одни консервные бобы все мы сели и может пойти выйти правой кнопка насчет управления пока я вижу в мирную часть и понимаете вылазки то нужно будет бегать стрелять там и так далее что-то делать в общем пока управление это vsd передвижение соответственно левой кнопкой мыши взаимодействия правой кнопкой мыши это выход из конкретного меню так добавьте инвентарь палатку и съешьте что-нибудь ребятки я не добавил палатку поговорить из блайн то есть очень мило очень весело уже в принципе глаза более-менее привыкли к этой расплычатой графики немножко может я опять что-то не так настроил но в принципе любителям опять же любителям рпг не стандартная система что нужно выдавать парики шмайки я думаю может понравится кстати ребятки если кто не поставил лайк или не подписался на наш канал что в принципе тоже такое бывает или же забыл поставить мерзкий противный дизлайк обязательно сделайте это под прямо сейчас или вот поставьте на паузу сделайте или просто не слушайте меня из сделайте это ребят потому что мы стараемся для вас и так ух бормочет не видишь я отдыхаю все эти снасти палатки силки утром про не поговорим дай поспать старику сходи лучше кристоф расспроси его чё там у него за робот такой чё полезного умеет поговорить с кристофом давайте в общем поговорю с кристофом и на этом наверно будем заканчивать потому что я думаю все понятно все прикольно уже в этой игре понятно что тут рука обучения дачная будет интереснее всякие вылазки всякие проблемы ивенты типа бандиты волки там ли кто-то будут нападать я не знаю так и джейка под личные новости мне удалось перенастроить модулятор сигналов околайты расшифровать сообщение пришлось поводиться с bios отключить автозагрузку команд и откатиться на базовая драйвера типа типа такие промолчали ну не суть важно что кто-то пытается определить наши координаты не знаю кто у нас какой погодой даже хороший пеленгатор не сможет точно защитка над алка и нас самих по радио говорили что про 30 дней верно за 30 дней сигнал можно изучить и отсечь все помехи и тогда кто знает что будет время до спасения 30 дней 0 часов 0 минут как думаешь есть способ усилить сигнал околает чтобы нас нашли быстрее ждать целый месяц в одном месте будет нелегко уже работа над этим джейка вал колает есть протокол глубокого обучения очень продвинутая система она позволяет ему учиться на своих ошибках и набирать опыта во время работы я настроил ее на оптимизацию сигнала бедствия и так он не вижу старпл 99 вы получаете ос при использовании разных действий от исследования окрестностей поиска объектов до создания предметов и помощи незнакомцам с повышением уровня время уменьшается текущее время до спасения можно увидеть в меню здесь же отображается жизни на показатели джейкоба текущий уровень и количество ос то есть система прокачки ну понятно то есть ты говоришь чем больше мы с ним найдем и сделаем тем быстрее прибудет помощь как начать небольшого теста не мог бы ты отнести эти инструменты мэгги она вчера забыла новое событие инструменты мэгги кристоф нашел на складе инструменты мэгги попросил вас вернуть их и чтобы продемонстрировать способности околает к обучению хорошо кому интересно обязательно зайдет и продемонстрирует способности околает к обучению отнесет инструменты мэгги и в принципе будет делать все остальные знания которые здесь будут даваться ребят с вами был россии спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайки напомню что у нас с вами в субботу на воскресенье будет стрим возможно может он будет даже и в субботу днем человек веру не знаю в общем до до скорых встреч оставайтесь с нами будет весело всем пока